Итак, всех приветствую! С вами я, Алексей, вы смотрите YouTube-канал Паратим. И сегодня мы будем обозревать нестандартных героев Героя 4. То есть, героев, которых вы не можете нанять в стандартном сценарии в таверне. И, в общем-то, чем они отличаются? Во-первых, иконкой и описанием, естественно. И, во-вторых, некоторые герои, обладающие определенной иконкой и описанием, они, в общем-то, как вы видите, обладают особой моделькой. Вот. Это, например, Козус. Вот такая вот у него моделька. То есть, если вы хотите, чтобы... Знаете, зачем это может понадобиться вам? Дело в том, что, типа, ну, бегать стандартным героем по карте, это не так уж и интересно. То есть, какое-то разнообразие там, какие-то особые там, чтобы лучше запомнилась ваша карта. И так далее, и тому подобное. Вы не забывайте, вы можете поменять ему описание, изменение описания, переписывание его, не меняет вида героя. При этом, вы по стандарту можете, выбрал просто портрет героя определенного, и изменил ему описание, получите себе вот такую вот модельку. Итак, Спазматикус. То есть, тоже вот такой вот интересный товарищ. Вот так. У меня в одном видео, короче, было это... Было его лицо на превьюшке. Интересный, короче, товарищ. И, в общем-то, у него тоже особая моделька. Вот это вот, вот это, это стандартная моделька, чтобы вы могли сравнить. Вот так вот выглядит стандартная, на Кошмаре все в порядке. У этого более черный Кошмар и серебряный плащ. А у этого корона на башке вместо Ирокеза. И, в общем-то, доспех светящийся. Ну, а в остальном Кошмар вроде бы такой же. Еще ботинки вроде красненькие. Значит, дальше. Боб. Это Мах. Вот такой вот. Иконка так себе, конечно, у него. Но конь, смотрите. Хотите Мага на белом коне? Ну, хотя они все на белых конях, как и стандартный. Но без вот этого вот, этого, плаща. Ну, то есть, у него тоже есть плащ. Но, видите, он другой, он бирюзовый такой. Вот так вот, в общем-то, выглядит. Кроме того, потом мы еще посмотрим их в бою. В бою у них тоже отличаются модельки. Да. Это полностью проработанные отдельные герои. Вот Мистерио великолепный. Еще один Мах у нас особенный. Значит, вот такой вот. У него, как вы видите, конь, в отличие от других магов, серенький. Такой. С синим седлом. И, естественно, его лысая башка. В этом золотистом шлеме. Тоже видно. Кстати, очень оригинальная у него. Вид у него очень оригинальный. Он почему-то лысый, у него башка. Вы видите, чем накрыто. Очень странно. Очень-очень странно. Ну и вот стандартный Мах, как выглядит. Значит, смотрим здесь. Дагвогл. Дагвогл, кстати, я заметил, что есть, в общем-то, догвогл и стандартный. То есть, их две версии. То есть, есть догвогл без шлема. И не такой сумасшедший. Он там по-другому выглядит. А есть вот такой вот, это тот, который в компании был. Специальный. Значит, у него более светлый конь, как вы видите. Ну и, собственно, у него волосы светлые тоже. И доспех светлый. Довольно интересно выглядит. Значит, Монго. Монго, дело в том, что у него на модельке дальний бой сразу есть. То есть, он по модельке лучник. Но базовые навыки такие же, как и у всех. В общем-то, также у него, в смысле, на модельке на карте, рожки, как вы видите, маленькие есть. И также конь другого немножко цвета. И броня немножко другая. Ну, вы поняли. А вот это стандартный варвар. Как выглядит. То есть, чтобы вы видели, что они отличаются. Дальше. Аграйнел. Аграйнел. Это тоже из компании. Эльфийская друидша. Барт. Там, где мы артефакты искали. Вы же помните. Да, вот красивый у него конь, кстати. Очень красивая такая моделька. Особенно так, как она... Смотрите, у него голубые штаны такие. Очень интересно. И конь такой не монолитный по цвету. Хорошая моделька. И, кстати, портрет хороший. Это один из героев, который я предлагаю, типа, на РПГ-карту. Если вы хотите сделать карту, где будет героиня проходить РПГ. То это вот один из кандидатов. Это добавит еще колорита. То есть, что это особенный герой. Там переименовать. Вместо Аграйнел написать. Какая-нибудь Вика. Или что-то вроде того. Эрутан Ривал. Кстати, вот это тоже очень интересно. Почему? Потому что этот чувак, он как бы... У него по умолчанию ратное дело. А мы все знаем, что как бы ратное дело нужно всем героям в Герое 4. А следовательно... То есть, этот герой для РПГ будет очень-очень неплох. Я даже для своей карты подумаю, может быть, его поставить. Потому что дальний бой и ратное дело, это самые полезные навыки, которые пригодятся любому герою. Хоть он будет качаться в магах, хоть он будет качаться в силу и так далее. Хоть в этого, в генерала. То есть, это такие вот базовые навыки. Есть у нас у варваров базовые навыки. Но там изначально целых 3 навыка. А нам нужно поменьше навыков, чтобы потом, собственно, перекачать нашего героя. Поэтому, в принципе, вот хорошая штука. В общем-то, ну и плюс у него, вот смотрите, такой светлый конь странный. И зелененькое все. Седло, отежка и так далее. Ну и, в принципе, оригинально. Не на зебре. Кстати, заметьте, вот. Нестандартные герои природы, они не на зебрах. А вот стандартные, как вы видите, это, короче, на зебрах. Значит, дальше. Алита. Алита у нас священник, который темный священник. Она, короче, там была темным жрецом. И у нее, как вы видите, то есть, вот стандартный священник, а вот она. То есть, у нее такой темный конь. И все. Мне кажется, тут даже не меняли вообще никак графику. Тут просто взяли RGB палитру, подкрутили у модельки и все. Ну, не знаю, насколько это круто. В принципе, можно использовать как-то оригинально. Однако, если честно, мне кажется, они мало постарались. Могли бы и круче. Ну, портрет на самом-то деле не так уж и плох. Так что, она вот такая вот чувиха. Значит, дальше. Последний у нас герой, обладающий своей особой моделькой. Это барон фон Таркин. У него тоже для некроманта просто офигенная. Офигенный. Значок. Ну, вы поняли. Иконка. И, конечно же, моделька. У него видна вот эта его корона. Причем, немножко другая. Ну, и в целом он... У него именно его одежка, она не черная, как у других некромантов, а красная. Да. И, в принципе, потемнее его конь. Но, в целом, я бы не сказал, что он так сильно отличается. И, значит, так. Здесь вот теперь у нас пошли много героев, у которых только уникальное имя и портрет. Но нет уникальной модельки. Это Проэфа. Из компании вы его знаете. Салимир, тоже из компании вы его знаете. Ну, или Салмир, если судить по третьим героям и считать, что это опечатка. Значит, Сандра. Я не знаю, Сандра, мне казалось, что он есть не только в компании, но я кое-где на сайте узнал, типа, что нет. Значит, Эйслин. Это, наверное, девушка Сандры или что, я не понял. Значит, Рива. Тоже, типа, из компании. Рахджу. Да, помню, в тюрьме ее находил. Лорд Лиссандер, собственно, такой довольно стандартный герой. Забавно. Значит, дальше. Еще у нас Ферлан. Ферлана вы не найдете нигде. Дело в том, что он из невышедшей компании. То есть, осталось только, собственно, герой сам есть в редакторе, но ни в компании, ни в стандартных картах. В принципе, его не использовали разработчики. Поэтому его только картостроитель может добавить себе в игру. Кстати, там можно еще и настраивать. То есть, можно поставить... Ладно, я тогда допишу еще видео. И покажу вам все. Как поставить героя нужного куда-либо и так далее. Женевьева. То же самое. То есть, это уникальный герой, которого даже в компаниях не было. А вы его можете добавить. Ну, а не маги, типа. Кентайн. Значит, из компании. Вортон. Ну, вот эти ж вот чуваки, у них нет особых своих моделек. Вортон. Да, вот этот Вортон. Дизетто. Очень уродливая. Странно это. Вержак. Похож на Нагиева чем-то взглядом. Скажите, он на Нагиева взглядом похож. Именно вот такое выражение класс. Значит, Элвин. Элвина мы знаем, в принципе. Тоже уникальный герой. Значит, Шайера. Вот его возлюбленная. Я даже не помню, помойла она вообще и не было ее в компании. То есть, мы за нее играли или нет. Значит, Эмилия. Эмилия иконка офигенная. Жаль, что у нее нет своей модельки. Я бы хотел, чтобы у нее была своя моделька. Тардж. Да. Тардж это тоже прикольный чувак. Тоже своя иконка уникальная. Кевин Магнус. Тоже офигенный портрет. В принципе, как вторичный персонаж подойдет. Вот, Орд Харк. Тоже стрелок нестандартный. И Грамин. Тоже стрелок нестандартный. И Сур Рейс. Это кто-то из компании фракции Смерти. Значит, и здесь уже пошли, короче, стандартные герои. Насколько я понял. Да, все это, как это ни странно, стандартные герои. Так что, вот это все. Но, ну, давайте начнем сначала. И посмотрим, как же они выглядят в бою. Вот, как вы видите, у него и моделька в бою. Своя совершенно. Так, нужно посмотреть анимацию. Ну, в принципе, анимация почти стандартная. Просто у него другого цвета палащ. Значит, теперь этот товарищ Спазматикус. Во, смотрите, у него на плаще свой какой-то орел. Тоже жажда крови. И корона, конечно же. У чародеев больше вы короны ни у кого не увидите. Реально. Очень жаль, что нельзя, короче, менять портреты на любые совершенно. И базовые навыки, как угодно, нельзя менять. В редакторе героев, если кто-то знает, что это можно делать, напишите как. Я буду очень благодарен вам. Даже упомяну вас и сниму видео отдельно, как это делать. В общем, Спазматикус мне очень нравится. Типа, можно менять имя и пускать его куда-то. Единственная проблема, это то, что никак не избавишься от его магии хаоса гребаной. То есть, как бы, мне бы хотелось, чтобы с портретом и моделькой Спазматикуса был чувак, у которого базовая, например, была не магия хаоса, а благородство только. Или, например, ратный бой и всё. То есть, идеальный герой, это был бы Спазматикус только с ратным боем первого уровня и всё. И то есть, в итоге, чтобы он там приобретал себе какие-то навыки и так далее. К сожалению, такого нельзя сделать. Вот если бы сделали в редакторе герой, кстати, в Эквилибрисе тоже такого не было сделано. То есть, круто было бы, если бы, чтобы абсолютно можно было всё настраивать в редакторе. То есть, как угодно. Любую модельку на героя надевай, любую эту подставляй. Ну, вы поняли. Любую иконку подставляй, любое описание пиши. И, то есть, любые перки ему базовые давай. Вот это было бы очень круто. Значит, Боб. Боб провёл свою юность в жадном изучении. Ой, зачем я читаю? Ну, в общем-то, давайте посмотрим, как он выглядит в бою. Во, смотрите. Ну, это что-то новое, да. Неплохо он выглядит в бою. В принципе, не знаю, может он чем-то отличается, а может и нет. Я не помню, у стандартного мага, по-моему, тоже есть посох. Какой у этого. То есть, он просто ретекстур такой себе. Да. Ретекстуренный. О, видите, как круто выглядит. Пампс. Своим посохом. Ну, в общем-то, подойдёт. Как, вместо этого. Как его зовут? Гендальфа, да. В какую-нибудь карту про властелина колец. Значит, Мистерио великолепный. Мне нравится его лысая башка. Ставьте лайк, если вам тоже нравится его лысая башка. Тоже с посохом, но здесь, типа, прическа другая. И костюм тёмненький. Что довольно-таки уникально. Круто. Стильный такой. Настоящий хипстер. Это... Мах-хипстер. Значит, дальше. Дагвокл. Давайте посмотрим. Значит, как вы видите. Он действительно выглядит по-другому. У него тут волосики. И у него, как вы видите, молоток здесь есть. То есть, вместо топора, как у стандартного варвара, у этого молоток. И он так бах этим молотком. Пампс. Крестьян. То есть, он четырёх крестьян одним ударом молотка убил. Нифига себе. Вот это у него размах. Значит... И давайте перезагрузимся, потому что у нас крестьянчики закончились. Значит, теперь у нас Монго. Монго особенный товарищ. Давайте посмотрим, как он выглядит. Здесь. Как вы видите, у него ещё немножко другое. Кроме того, что у него рожки отображаются, у него по умолчанию лук, как вы видите, в руках. Да, то есть, у него просто лук в руках, и у него нету никакого ближнебойного оружия. Спрашивается, как же он будет атаковать в ближнем бою. Во-первых, он не может атаковать в ближнем бою. То есть, хотя у него есть лук. Это как-то, мне кажется, тупо. А бьёт в ближнем бою он ногой. Это довольно оригинально. Но, понимаете, как бы... Я не знаю, видимо, у Монго в компании по умолчанию был дальний бой. То есть, стрелковый бой у него по умолчанию там был. И в таком случае, как бы, всё нормально. Но в этом, в редакторе-то у него нету дальнего боя на первом уровне по умолчанию. Поэтому, собственно, в принципе, он очень оригинальный и прикольный. Качественная моделька. Действительно, дорисовали и рожки ему там на модельке. То есть, это не просто ретекстур. Это круто. Значит, и Типаук есть, что очень круто. И оригинально, что он бьёт ближним бою ногой, так как у него нет ближнего оружия. Но, если вы его добавляете, я советую, собственно, дать ему навык дальнего боя. Иначе будет нелогично. Иначе будете, типа... Эй, какого фига? Вот, в общем-то, ограйнел. Давайте посмотрим, как она выглядит в ближнем бою. Вот так вот она выглядит. Вообще просто моделька красивая, золотая такая тема. И каменную кожу на себя может кастовать. А какая... Смотрите, у неё уникальная анимация колдовства. Интересно, а у кого-то ещё есть уникальная анимация колдовства? Я ж-то не пробовал магами наколдовывать на себя? Давайте попробуем. Значит, давайте повернёмся. Вот, смотрите, как она выглядит. Ну, она просто красавица. Ну, блин. Такой главный герой в какой-либо карте, это... Просто подарок. Можно будет первые пару часов игры просто любоваться этим герцом. Не знаю, вообще зря, блин. Почему четвёртые герои не развились, блин? Сделали бы, короче, какую-то программу, которая бы модельки кастомные туда загружала. Ну, вот как сейчас в Майнкрафте скины. Это ж довольно круто было бы. Так вот, давайте-ка попробуем, попробуем. Всё-таки посмотреть, какие заклинания у нас есть. Так, точность. А я на себя не могу? Не могу. Тогда придётся, как бы, да... Ну, блин. Значит, смотрим. Есть тут у тебя... Вот, волшебный кулак. Давайте нападём. Вроде... Стандартно, простите. Вроде всё стандартно. Ну, у этих мы показывали, как он колдует. А тут Марива. Ну, Марива он на себя сможет наколдовать. Поэтому давайте проверим. Ну, варваров мы не будем проверять, как они колдуют. Мне кажется, там ничего особенного не было сделано. Тоже вроде бы обычно. А вот у Агрейна, у неё, как вы видели, очень даже всё необычно. Вообще, какие-то звёздочки и так далее. Ну, вот этот товарищ. Рутан Ривал. Давайте посмотрим, что у него там. Да как. Смотрите, у него золотой лук. Не знаю. Вроде бы и не сильно отличается. Но вот так вот выглядит. Вполне себе красиво, мне кажется. Эльф в 80-го уровня прямо. Да, это, пожалуй, лучший стартовый герой для РПГ-карты из всех. Ну, чтобы потом набрать какие угодно навыки дополнительные к родному делу. Значит, дальше. Аэлита или Алита? Интересно, что у неё моделька изменена или нет. Вполне себе, блин, она не выглядит каким-то тёмным магом. Мне вообще нравится, как у монахов так тут молния между руками. Такое было в третьих героях, мне кажется, это отсылка. Типа там к монахам подходил ты на этом. И они тоже так делали. Типа чётко удавали. Да вроде стандартная анимация. Ну, в принципе, тут больше ретекстур идёт. На тебе. На тебе. Тш, я тебя рукой, рукой прямо. В кадык им настучала. И, конечно же, Таркин. Барон фон Таркин. Во! Вот здесь у него моделька реально, да, отличается. Ну, типа, он не такой чёрный. Да, это бесит, если честно. Когда маги слишком чёрный. Давайте посмотрим, короче. О, у него вокруг посоха какая-то особенная искра идут. Ну, в принципе, не то, чтобы сильно он отличался. Однако, интересно. Он ещё так пригибается. Некромантикус. Я лич. Лич, лич, лич. Некромант. Всё, убили. Ну, и вот, в общем-то, такие дела. А теперь мы придём в редактор. И я вам покажу, что да как делается. Итак, мы в редакторе. И в чём прикол? Вы можете настраивать просто здесь. Если кто не знает. Типа, как у самого героя. То есть, вы поменяете портрет и таким образом меняете юнита. То есть, вот так вот вы из обо и будет моделька обычная. А если портрет выберете Алиты, при этом изменение вот этих графов, оно ничего не меняет. То есть, моделька всё равно будет персонажа, которому соответствует этот портрет. То есть, моделька привязана к портрету. Такие вот дела. К сожалению, базовый класс не меняется. И да, насчёт этих героев в таверне. Почему я, собственно, и решил вам показать, что их можно настраивать. Вот, герои. Определить доступных героев. И вы можете разрешить нанимать в тавернах вот этих вот всех героев. То есть, Монго, Дагвокла, Вержака, Элвина, Крамена, Ворда и так далее. То есть, в принципе, вы можете это сделать. Но, в принципе, как бы, а зачем? Пусть стандартные остаются стандартными, всё равно никто не наймёт всех героев. А если наймёт, это будет странно, но всё равно. Ну, значит, зачем это нужно кому-то? Там и так стандартных довольно много героев. То есть, там по 15 штук каждого базового класса. Так вот, прикол в том, что, типа, лучше давать их как награду. То есть, куда-нибудь в тюрьму засовывать. Или там, как боссов, которых нужно победить. Можно особо героев ставить на карту и так далее и тому подобное. Ну, а на этом я, собственно, с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если вам было это полезно или интересно. Всем пока-пока.